Кто мечтал бы работать агрономом, поверьте, для части каких-то людей это предел мечтаний. Вот они как-то там прям с придыханием относятся. Специалиста можно сделать в один сезон. Действующие вещества, элементы питания, как их рассчитать, какая глубина, вот это hard skills. Что происходит на рынок, куда мы идем, надо читать. Это развивает мозги и желание учиться. Секс и покушать. По прогнозу населения, вот Павел совершенно верно заметил, что здесь страны, которые, хотел сказать, мусульманские страны, веросповедание, да, вот видно, что тренд положительный. Задумайтесь над этим. Возможно, необходимо где-то строить мечеть условно там. Таким образом, понимая тренды, подумайте, как эти тренды по странам можно использовать в рабочих целях. Если вы хотите поддержать наш канал, нажмите лайк, подписаться и колокольчик, чтобы больше людей увидели этот ролик. Спасибо лично от меня и моей команды. Возможно, в той воронке привлечения сотрудников, возможно, люди должны быть из этих стран. Возможно, создавать местным людям, которые, например, этих национальностей, создавать им какие-то определенные условия. Возможно, это вера, возможно, это церковь и так далее. Работая в международных компаниях, нам как мантру такую твердили, что количество населения там людей растет, надо, вот мы там делаем для того, чтобы химию там, для того, чтобы прокормить это растущее население. И это там будет расти до 2600 года. И где-то рисовалось вот так вот, что 10 миллиардов в 2600 год. Такая вот была как бы там динамика, рисовали. Но оказалось, что меняются привычки людей, привычки по рождаемости. Например, я думаю, вы заметили, что количество детей за последние лет там 20-30 уменьшается. Наверное, вот есть такой тренд. И идет кривая. Вот мы сейчас находимся где-то вот здесь находимся. Вот точка эта развязка. Если количество детей в среднем будет 2,5, ну это прям там вообще планета будет расти и так далее. Два ребенка на одну женщину, ну вот так вот. Но сейчас больше сходится к тому, что будет первое, детей на одну женщину будет меньше двух в мире. И есть вероятность, что даже будет полтора. Если будет полтора, то это к 2020-2200 году население планеты будет 3 миллиарда. Если взять в краткосрочную перспективу, ну например, большинство из вас доживет где-то год 70-80-й. Я думаю, мы тут увидим тренд на снижение численности населения, что переизбыток продукции будет. И сейчас есть смысл уже задуматься, что в этом тренде делать. Если сейчас только население планеты Земля даже останавливается, вся машина сельского хозяйства мировая, она сделана на то, что надо постоянно разгонять. Берутся банковские кредиты, строятся заводы, строятся фабрики, улучшаются технологии, повышается урожайность, распахиваются земли. Но вот такой тренд на развитие сельского хозяйства. Да, 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 да. Это капиталист в обществе. Да, да, да. И я думаю, в промежутке лет 20-30 мы с вами станем свидетелями того, что мы что-то разогнали, что-то мы тут понаделали продукции, но как бы уже и кормить особо-то некого. В Африке могут быть проблемы с питанием. Вы можете даже заняться меценатством, ну то есть как-то поддерживать их и так далее. Но вы будете больше ориентироваться тот, кто будет покупать. И в Африке есть все шансы покупать, если будут покупать. И самые большие надежды, кстати, на Африку. Именно по росту. Китай уже как бы как мог вырос. Индия уже обогнала Китай. Номер один страна уже по численности населения Индия. Но они уже как бы все, они уже в рецессию будут входить. Где-то в 20-х годах проводили эксперимент. Люди задумались над тем, что часть людей толстые. И толстые говорили то, что мы толстые, потому что у нас изменен на какой-то гормональный фон. На самом деле мы едим мало. И был знаменитый эксперимент, в котором взяли и количество килокалорий уменьшили. В 20-х годах норма килокалорий была 3,5-4,5 тысячи килокалорий. Уменьшили до 2,5, похудали все. Но тут интересно другое. Еще в 20-е годы, 1920-е, чтобы человек нормально жил, нормально работал, ему нужно было 3,5 тысячи килокалорий. Если вас кормить 3,5 тысячи килокалорий, нас тут всех разопрет. Потому что мы меньше двигаемся. Мы сейчас меньше двигаемся. Например, в детстве я не мог пойти поиграть в футбол. Мне надо было нарвать травы кроликам, что-то там прополоть. Потом мне надо было еще дома какую-то уборку сделать. Потом там кого-то покормить. Сейчас я дочке таких нарядов не могу дать, потому что другого общества. И сейчас количество килокалорий, которое мы потребляем, нам достаточно где-то 1700. Для нормальной жизнедеятельности. Но в чем разница здесь и здесь? Здесь нам нужна небольшая калорийность продукта, но чтобы была высокая обеспеченность элементами питания, микроэлементами, витаминами. И поэтому сейчас будет появляться тренд на функциональное питание. Функциональное питание. Функциональное питание. Что такое нефункциональное питание? Это картошка. Если, например, кушать картошку, сосиски, даже 1700 килокалорий будет не хватит. Будет ненасыщенность организма, потому что мало питательных веществ. И поэтому тренды будут такие, что будет усиливаться спрос на функциональные продукты питания. Например, это ядро конопли, амарант, ну вот что-то из этого. Поэтому подумать про это, но это будет более четко видно где-то к 2050 году. Пока вроде как еще тренд сохраняется, численность населения растет, есть какая-то динамика. Но в целом вероятность того, что будет вот сюда расти, уже, ну скажем, такой вероятности нет. Будет падение, вот, либо больше, либо меньше. Там какой-то, ну такой, как парадокс. Чем лучше живет нация богаче, тем меньше рожает детей на одну женщину. Ну как бы вот такая проблема. Чем хуже живет беднее, тем больше. Дальше. Непривлекательный имидж работы в сельскохозяйственных предприятиях. Создавать привлекательный имидж работы в сельском хозяйстве. Сложная работа, сложная работа. В чем сложность? Если государство не будет поддерживать этот имидж, сложно будет на месте сделать его для отдельного села, для отдельного района. Поэтому хорошо бы тут совместную какую-то работу проводить. Возможно, органы местной там власти, возможно, еще что-то, кто-то там, соседи там и так далее. Но это лучше заниматься совместно. Одно предприятие, которое будет создавать имидж этот, оно не сможет охватить большое количество людей. Но одно предприятие вокруг себя посоздает этот имидж, у нас хорошо и так далее. Предприятие не построить школу, не строить больницу. Да, 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 да. Поэтому тут нужно будет вступать в союз с другими участниками, кто есть на рынке. Возможно, это какие-то государственные органы власти. Слабый бренд работодателя. Стабильная зарплата, в том числе зимой. Часть предприятий летом, в сезон, они платят хорошие деньги, там 150-250 тысяч, люди там на тракторах, на опрыскивателях. Зимой платят мало. Ну там условно 20 тысяч, либо отправляют куда-то их там на центры занятости и так далее. Для людей важно и зимой, ну чтобы была какая-то стабильность получать. Как ее делать? Разные есть подходы, разные есть системы мотивации. Не буду доказывать, что какие-то лучше, хуже. Но есть системы мотивации, которые на протяжении года базовая зарплата. Жена знает, что муж придет, ну скажем, там меньше 60 тысяч у него не будет. В сезон он работает почасово, но есть доплаты за там качество, за переработку, за выходные дни и так далее. Премия. Премия хорошо бы, чтобы действительно была мотивирующая. Ясно за что. Условия труда, жилье, обязательный отдых. Я рассказывал в перерыве, что в Китае оборудуют, вокруг предприятий, заводов, оборудуют жилые комплексы, в которые приходишь работать, дают сразу ключи от квартиры, либо от дома. Ну удобно. Пришел он, там позиция агронома, вот твои ключи. Агроном, если ушел, потерял работу, стоит дом хороший, для других специалистов. Маленьким предприятиям это сложно делать, большим это есть смысл. Но в любом случае для ключевых специалистов есть смысл, чтобы у вас было хотя бы условно три дома. Директор, инженер, агроном, чтобы такие возможности были. Обязательный отдых два дня в две недели. С инженерами, агрономами, которые работают в городе, их сложно нанять, чтобы они работали в селе. Они объясняют таким образом. Зарплаты, ну там плюс-минус, говорит, если ты нормальный инженер, говорит, ну ты как бы найдешь, что там, что там, условно там за 100 тысяч, за 150 ты найдешь. Но в городе я буду знать, что субботу, воскресенье я отдыхаю с семьей. Говорит, в селе, это ж там все, все зарядили и там полгода, там никаких ни выходных, ни проходных. Все друг друга мы спасаем. Как сделать так, чтобы было два дня выходных раз в две недели? Это нагрузка на агронома, нагрузка на инженера, это рассчитывать. Без этого, я думаю, сложно будет удержать тренд хорошего работодателя, в котором нет выходных на протяжении месяца двух-трех. Вот сложно объяснить, сидит пацан толковый, 30 лет, все там, живет в центре там своего региона. Ему сложно объяснить, что у нас классно, но как бы у тебя выходных не будет по три-четыре месяца. Непривлекательная инфраструктура поддерживает развитие инфраструктуры в селе и райцентре. Ну вы только можете поддерживать, но инфраструктуру вы, к сожалению, не создадите. Система образования, ПТУ, ВУЗы, техникум, уровень продукта низкий. Обучение в нашей агрошколе, мы об этом скажем. Конкуренция за специалиста с компаниями, производителями СССР, семян, удобрений, техники, дистрибьюторами и так далее. Быть конкурентным по заработной плате, по бонусам, по развитию, по атмосфере в коллективе. Выходные, это выходные. Машина, ноутбук, телефон, страховка, здоровье всей семьи. Если необходимо, то представляйте Александра и как бы, вот что-то вы придумали, как бы он должен вообще там все бросить и прибежать к вам сказать, все, возьми ради бога. К сожалению, давайте вот возьмем какую-то компанию, производителя СССР. Если взять базовый специалист, поправьте меня, ну в районе 100 тысяч, это базовый, это не главный специалист там. Если он там руководит регионом, ну условно там, это может быть 250-350. Бонус обычно, это 800-1,5 миллиона. Развитие, ну компания большая, там можно расти всю жизнь, там, если было бы только желание. Атмосфера в коллективе, ну не матерят, не гнобят, ну бывает, правда, попадаются руководители. Но в целом, выходные это выходные. Ну как бы, я думаю, мало вы видели кого там, работающего из международных компаний, выходные. Машина, машина нормально заправляется, человек ездит, ноутбук, телефон, еще страховка для всей семьи. Я думаю, вот нужно здесь где-то конкурировать. В моем понимании, мы должны выигрывать как работодатели, потому что мы быстрее принимаем решения. Если это большая какая-то компания, у человека есть инициативы, сложно эти инициативы внедрить в жизнь. Ну короче, там сидят где-то там, условно, в Швейцарии люди или в Китае, они там решили, вот такая у нас будет стратегия. Ты, короче, умный, но мы делаем, как делаем. В вашем хозяйстве надо давать какую-то возможность, чтобы быстро все решается. Если я сказал, как руководитель владелец, все, у тебя будет, как бы, все мы решим, сделаем и так далее. 7 уровней предприятия, 7 уровней лидеров. Руководитель предприятия, бюро агроном. Рождение. Я взял отправную точку в прибыли. Руководитель сельхозпредприятия начинается понимание смысла, что меня мотивирует в этом проекте, что я хочу, зачем мне это вообще надо. И задача посвящать проекту 100% своего времени. Агроном. Мы вот в перерыве разговаривали о том, что сложно найти агронома. Я говорю о том, что найдите для начала не тот, кто выучился на агронома, и он хочет работать в агрохимической лаборатории, как бы не затянешь его в село, все. Найдите, кто мечтал бы работать агрономом. Поверьте, для части каких-то людей это предел мечтаний. Вот они как-то там прям с придыханием относятся. Задача, чтобы он был честный. Честный с собой перед другими. Когда его спрашиваешь, он не начинает петлять, что-то придумывать, что там, почему он сделал, он не сделал. Он правду рассказывает, но он честный перед собой. Преданный, преданный делу, работоспособный, работоспособный. Из этого человека специалиста можно сделать в один сезон. Он будет больше знать, чем человек, который там 5 лет проучился, 10 лет проработал. Становление предприятия интегратор, руководитель, рядом с ним преданный, мотивированный профи. Здесь агроном, вот здесь на первом этапе, у него вообще агрономических знаний ноль. Понятия нет у него, чем отличается дификоназол от тебуконазола. Ну не знает он. Узнает, если у него есть желание. На втором этапе он также не знает, но он классный организатор. Он может организовать работу, если нужно начать сеять в 5 часов, он организует этот сеять в 5 часов. Он понимает, как людям подойти, как процесс организовать. Готов к обучению большим переездом, но главное он тут организатор. Дальше на третьем этапе руководитель должен стать профессиональным управленцем. Первый, второй этап это самоучки. На директора никогда не учился, никогда не занимался, ни одной книжки не прочитал, делаю как могу. Ну как бы нет профессионализма как управленца. На третьем этапе хорошо бы стать уже управленцем хорошим, профессиональным. Агроном уже становится технологом. Его задача на третьем этапе, чтобы он был крутым человеком, который может все в обороты сделать, питание, защиту и менеджер. Четвертый этап. Умеет выращивать новых лидеров, гибкий экономист, роботизация. Но дальше здесь не буду останавливаться, потому что давайте вот в этих этапах пока разобраться. Итак, агроном. Начать с того, чтобы он был честный, преданный и высокоработоспособный. Вот это база. Вот искать в той воронке поиска людей, искать не просто там агронома. Найдите человека, который был бы честный, преданный, высокоработоспособный. Ну нормальный IQ чтобы было. Дальше из него уже делать, лепить. Он за сезон уже станет специалистом. Ничего там такого сложного нет. Напомню, там первый уровень организатором быть. Для начала, чтобы он просто организовывал вам полевые работы. Систем, защиты, питание. Есть очень много таких базовых и так далее. Организатор, технолог, экономист, проектный менеджер, управленец, хозяин. Духовный реалист. Есть еще духовный уровень. Очень сложно для части людей. Но тем не менее я скажу, что хорошо бы, чтобы человек внутри был не пустой. Первый уровень. Человек. Уровень червяка, размножение и еда. Ему в принципе главное секс и покушать. Второй уровень. Уровень червяка с хитростями. Человек, который научился хитрить, чтобы получить больше выгоды для себя. Третий уровень. Человек, который задумывается о Боге. Название говорит за себя. То есть человек ищет какие-то смыслы, кроме того, что он потребляет. Вообще, что он живет, чем это надо и так далее. Смыслы какие-то ищет. Четвертое. Уровень человека нравственного. Он начинает выполнять какие-то нравственные предписания. Ему никто не говорил, его никто не заставлял. Его закон не ограничивал, но он как-то себя ведет. Он не может сказать, но не выполнить. Он не может обмануть. Но что-то какие-то у него появляются. Никто с пистолетом не стоит, но он сам решает каким-то образом действовать. Можно кого-то обмануть, он что-то не обманывает. Можно кого-то что-то обхитрить, он как-то не обхитрит. Но, тем не менее, это человек здравомыслящий. Это не какой-то лопушок. Это крутой чувак, все. Но у него есть моральные принципы, появляются. Пятый. Кармический уровень. На этом уровне, когда человек освоил принципы гармоничной жизни, начинает проходить различные уроки испытания. Вот здесь это сложный этап. Он жил раньше как червь, и было легко. Бери больше, бежи дальше и так далее. С нравственными принципами сложно жить в современном мире. И тут он проходит испытание, как жить нравственно, но быть богатым, здоровым, процветающим. На уровне червяка с хитростями он даже не понимает, как вообще можно быть богатым и ни на кого не намахнуть, никого не порвать, никого не уничтожить. Он даже не понимает, как это возможно. Вообще у него мыслей нет. Он говорит, ты что, если не этот, то меня как бы это, и все. Но тут он научится жить с этими принципами. Потом уровень познания собственного «я». Научился преодолевать, способен познать свою истинную природу. Седьмой. Приоритетом жизни является служение людям. Он там живет уже не для себя, он уже живет для коллектива, он уже живет для села, он уже живет для района, для края и так далее. И он излучает радость. Дальше. Человек полностью разобрался в мироустройстве, способен справляться своей жизнью и делиться знаниями. Ну и самый высокий уровень, уже сложно там для понимания, не буду останавливаться. Вывод. Развитие сотрудников равно развитие предприятия. Насколько в целом ваше предприятие более развито, и вы как личность, тем более конкурентоспособно ваше предприятие. Первое. Развитие владельца. Основные ограничители-руководители. Это невежество. Невежество – это от слова «ведать» знать. Это нежелание знать отсутствие вкуса к приобретению знаний. Как понять таких людей? Он вежественный либо невежественный? Спросите, сколько книг он прочитал за последний год. Профессиональных и литературы. Если он за год не прочитал, спросите, сколько за 5 лет не прочитал. Вот это проблема, когда руководитель не читает. Надо читать. Это развивает мозги и желание учиться. Второй ограничитель – страх-лень. Страх-лень удержаться за прошлое. Вот как раньше было, чтобы было стабильно, комфортно и так далее. Зона комфорта не даёт точек роста, к сожалению. И эго-владельцев. Эго-владельцев хорошо, если у вас есть близкие люди, которые вас могут при необходимости осадить. Осадить, сказать, слушай, у тебя крыша уже оторвалась, фляга засвистела. Ты, короче, давай возвращайся. Хорошо, чтобы такие друзья, товарищи были, жена, наставники. Зашори нас, владельца. Сколько бы мы с вами не знали, у нас всегда будет с вами угол зрения какой-то определенный в жизни. И мы всегда очень много не будем чего знать. Всегда. Если у вас есть такая возможность, хорошо бы иметь advisory board. Advise это как совет, board это как совет директоров. А это именно совет экспертов. В небольшом предприятии, когда, например, у вас там, у кого самое меньшее гектаро, вот сколько? И здесь сидящих, сколько самое меньшее гектаро? Это как стыдно признаться, какая длина там, да? 3-4 тысячи гектара. На 3-4 тысячи вы не сможете создать вот этот advisory board. Это как есть совет директоров, то это совет экспертный. Он расширяет ваши знания о рынках, о трендах, куда идти, какая стратегия брать. На 3-4 тысячах вы advisory board не сделаете. У вас не хватит средств и так далее. Но хорошо бы, чтобы даже на 3-4 тысячах у вас были люди, эксперты, которые бы расширяли ваш угол зрения. Что происходит на рынок, куда мы идем и ваши стратегии через него пропускать. Если у вас достаточно большое предприятие, то хорошо бы иметь вот такой совет, вот этот advisory board с экспертами. Чтобы у вас был больший взгляд на рынки, на жизнь и так далее. Итак, вывод развития сотрудников. Первое, развитие владельца. Это номер один, кого надо развивать. Второе, развитие специалистов. В первую очередь, агроном, инженер, директор и другие. Напомню, три вида развития. Это hard skills. Это профессиональные навыки. Профессиональные навыки у нас будет завтра целый день. Действующие вещества, элементы питания, как их рассчитать, какая глубина. Вот это hard skills. Soft skills – это работа в команде, креативность, способность учиться. Ну и духовное развитие, честность перед собой. Вы не сможете через какое-то обучение сделать так, чтобы у вас человек был честный. Чтобы человек был открытый, чтобы он был преданный, чтобы он был благодарный. Через вот эти первые два невозможно. Только через духовное развитие его можно обучить. Духовное развитие – это больше наставничество вас, чтобы вы показывали какие-то примеры. Краткосрочно что делать? Руководителю агронома выходить на следующий уровень развития. Это индивидуальная работа, обучение в агрошколе. Сотрудничество с рекрутингом и агентством, считай, это уже, ну как, это то, что закончится через год, через два. Нанять хорошего HR-специалиста. Вот подумайте, чтобы HR был в вашей компании. Если вы небольшое предприятие, меньше 30 человек, оперируйтесь с другими. Но вам в ближайшее время, если вы с HR-ом, со своим внутренним не разберетесь, вам будет очень сложно найти правильных специалистов. Вам будет очень сложно развивать своих специалистов. которые есть. Вам будет очень сложно развивать бренд вашего предприятия, как работодателя. HR-специалист. Его стоимость, ну обычного HR-специалиста, я думаю, где-то в районе 80-100 тысяч рублей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова